Доброго всем вечера, а у нас уже добрые ночи, уже скоро будет доброе утро нового дня. У меня совершенно сбился в этом году ритм, график, я никак не могу наладить утренний подъем. И все это за собой тянет то, что в течение дня у меня полный сумбур. И собраться, собственно говоря, вообще с мыслями очень непросто. Не просто выделить время в жару, я вообще выпадаю из состояния активности, потому что не могу ни двигаться, мне охота просто лежать и никуда не вставать. Сегодня у меня появилась мысль попробовать использовать время вечернее, ночное, в которое я не могу зачастую уснуть, когда уже все заснули. Я не могу уснуть, у меня не получается, то есть я могу просто провести это время за чтением в телефоне, к сожалению, и не в книге, потому что места нету для того, чтобы читать книгу отдельно. И мне хотелось с вами поговорить, просто попробовать, и если это войдет в какой-то порядок или в какую-то последовательность, будет очень интересно. Тогда я для вас буду записывать видео ночью. Надеюсь, мои шумы вам не помеха, надеюсь, не сильно шумит техника, которую обычно я в ночь включаю. Попробуем, посмотрим, что получится. Поднимала такую тему, как «я не такая» или «я не такой, как все». И сегодня почему-то у меня опять в памяти всплыла эта история про то, что мы про себя часто думаем. Я недостаточно до, я недостаточно хороша для того, чтобы показывать себя на всеобщее обозрение, для того, чтобы записывать какие-то видео, ролики, какой-то, не нравится мне это слово хорошо, контент. То есть какую-то информацию, показывать себя вот так, вот даже глядя, в принципе, наедине с собой, глядя в камеру, но выкладывать это на всеобщее обозрение, пусть это посмотрят 5, 10 или 30 людей, потому что я не такая красивая, потому что я не так говорю, потому что я не так выгляжу, потому что я не знаю, как говорить. Хотя в этот момент на нас никто не смотрит, вас никто не осуждает и не оценивает. Более того, даже не всегда вы увидите эту оценку и реакцию людей по ту сторону экрана, а зачастую она будет обратно противоположной той, которую вы думаете. И самый интересный момент, что поддержки мы получаем гораздо больше, даже когда говорим о том, о чем нам страшно. То есть получается, что я про себя думаю и одновременно думаю за других людей. Почему-то я решила за тех людей, что они так обо мне подумают. Ну дайте, возможно, с другим людям высказаться, с другим людям посмотреть, и, возможно, там кому-то вы будете полезны. Возможно, там кто-то вами просто восхитится. Хотя, да, есть такой момент, когда из десяти человек, написавших вам слова поддержки, благодарности и просто привет, напишет один, который будет вас критиковать. И это для вас будет очень сложным моментом. И я до сих пор переживаю по поводу сообщений критики, по каким-то непонятным сообщениям. Я это пропускаю через себя, но в определенный момент останавливаю, понимаю, что все, что человек пишет, как правило, это все есть в нем. В том числе негодование, в том числе негатив, в том числе критика любого рода. Это то, что есть в человеке, но он в себе не принимает. Именно поэтому его цепляет какие-то ваши слова, какие-то ваши действия, какой-то ваш внешний вид. То есть это вообще не о вас. То же самое о хорошем, это хорошая новость для вас. Если вы пишете какие-то хорошие слова, то есть вы видите какое-то видео, вам приятен человек, вы хотите что-то ему написать хорошее, и вот у вас идут эти эмоции, значит ровно это есть именно в вас. Вы говорите и про себя тоже. Но пока вы этого в себе не видите, не ощущаете. Если вы говорите слова благодарности, Боже, как вы. Я зачастую пишу тоже искренние слова поддержки какие-то, какие вы мудрые, сильные, добрые и так далее. Неважно на какую тему видео вы смотрите, это все есть в вас. Обязательно и в полной мере, это точно. Это хорошая новость. Хорошая новость и в том, что когда у вас человек вызывает раздражение, прямо вот настолько, что вы не знаете этого человека, да никогда в жизни не видели, более того, вы, наверное, никогда в жизни его не увидите. Но он вас вызывает раздражение, злость, негодование. Как? Как возможно вообще выйти к людям, начать говорить и еще что-то поучать? Да вы себя в зеркало видели вообще? Да вы с ума сошли что ли? Да вы обернитесь, оглянитесь вообще, что происходит. А вы тут вот такую ерунду говорите? Это тоже из вас. Ну, так устроено. Для нас люди это зеркало. Только через кого-то, поговорив об кого-то, посмотрев об кого-то, мы можем понять себя, мы можем что-то увидеть, то, что для вас важно и ценно. И только через других людей мы можем направить себя на нужный путь. Соприкасаясь, чуть-чуть соприкасаясь с другими людьми, мы видим свой путь. И вот этот страх, который сковывает зачастую, я не такой, я не такая. Конечно, он налеплен нам, извне вот этот страх. В процессе роста жизни, в школе, в семье и так далее. Вот это все налепилось, и мы это все где-то помним, когда мальчик, который первый вам нравился, сказал, да боже ты мой, да у тебя уши толстые. Все, на полжизни это может остаться. Вообще в голове вот эта фраза, которая к вам да вообще никакого отношения не имеет. Ну, глупость полнейшая, ну вот абсолютно. Да и мальчик-то не очень-то, может, был бы и хорош для вас. Но оно отложилось. У кого-то другие фразочки, у кого-то другие мысли. Когда какой-то дурной начальник вам сказал, да ты вообще-то себя в зеркало видела, да ты понимаешь, что ты тупая просто до невозможности. Как можно такой быть медленной? И это тоже отложится на полжизни. И потом, благодаря кому-то, слава богу, может это все пройти. Может это пройти в процессе терапии. Когда родители в детстве что-то говорили, мы можем это даже не помнить, но это отложилось. И потом вот на эту педальку регулярно кто-то нажимает, на эту мозольку регулярно кто-то давит. И мы это переживаем снова и снова, и снова и снова. И думаю, блин, ну вот опять, вот опять подтверждение того, что я так и знала. И не надо было мне выходить и говорить. Нет, надо, я прошу вас, если у вас возникают такие мысли и желания, и если у вас есть какие-то сомнения, я не такой, я не такая, мне нужно выходить, выходите. Ну, во-первых, сейчас такова реальность, что это уже будет. И на самом деле я понимаю, я чувствую вот этот вот ваш страх, вот это волнение, потому что я сама это испытываю до сих пор на самом деле. О каких-то вещах я могу говорить более спокойно, о каких-то вещах я говорю слишком эмоционально и возбужденно, просто потому что я это все проношу по всей своей жизни и проживаю это внутри себя постоянно. И только об этом я говорю, потому что если я начинаю говорить о том, чего я не проживала, но хотя бы даже там где-то видела со стороны, это звучит совсем по-другому. И, на мой взгляд, выглядит немного фальшиво. Я всегда переслушиваю потом то, что я записала, для того, чтобы понять, верю или не верю, и смотрю на себя со стороны, как зритель. И когда я понимаю, что, ну нет, нет, мне не нравится, я не верю, я это не выкладываю, я это удаляю. Хотя записываю зачастую только в порыве вот каких-то подъема своих эмоций, потому что написать план, как маркетолог, выйти и рассказать по пунктам, зная даже, что эти пункты работают для того, чтобы привлечь людей, для того, чтобы привлечь клиентов. Я не могу. Ну, не моя история, просто у меня начинается какое-то самоедство по тому, что пока я не разобралась в чем-то дело, но самоедство на тему того, что я использую людей. Это нечестно. То есть, честно, одно дело, когда я выхожу и говорю о том, что меня волнует. Это честно. Я рассказываю свой опыт, я рассказываю свои переживания. Я рассказываю то, что мне интересно. Когда я выхожу и говорю по пунктам, вы знаете, сегодня я подумала, что пора бы нам с вами поговорить на такую-то тему. Завтра я выхожу и говорю, вы знаете, я вам предлагаю пройти этот путь со мной. Третье, вы знаете, сегодня цена будет такая, завтра цена будет другая. Все это рабочие схемы, но из моих уст это будет звучать очень и очень неграмотно, фальшиво, некрасиво, потому что я сама буду при этом чувствовать себя плохо. У кого-то это очень гармонично звучит. Есть люди, как я говорю, продажники до мозга костей, которые в этом варятся. Им это интересно, для них это игра. Игра вот эта поэтапная, постепенная, и поэтому для них сегодня вот этот открытый доступ к людям напрямую, это прям лучший способ, потому что они в этом чувствуют себя комфортно, как рыба в воде. Я в этом чувствую себя не очень комфортно. Мне больше здесь импонирует и нравится в этом способе передачи информации то, что гораздо больше людей могут услышать какие-то мысли и откликнуться на эти мысли. Мне больше интересно здесь взаимодействие и общение, и передача каких-то знаний и информации. Не все видео, не все ролики, не все тексты бесполезны в интернете. Нужно просто уметь их вот фильтровать. А вообще это хороший доступ и хороший способ на самом деле. А для кого-то палочка-выручалочка. Потому что для людей, которые возраста старше меня, для людей, которые возраста предпенсионного, пенсионного возраста, которые умеют делать золотые вещи своими руками, которые имеют огромный колоссальный опыт жизненный и могут рассказать просто про свою жизнь, которые в возрасте 80 лет и могут и в сознании, и могут рассказать, например, какие-то истории из своей жизни. Ребята, это уникально. Это очень здорово. И я бы с удовольствием послушала бы такие истории. Это передача информации. Это то, что мы на сегодняшний день многие потеряли. Потому что нету связи между всеми. Ну, в моей семье, например, утеряна связь с предками. Дальше бабушки, дедушки, родственников я не знаю. Мы не знаем. Это и по моей линии, и по линии супруга, по моей линии, и по папе, и по маме. Просто не знаю. Вплоть до того, что я даже не знаю отчество, даты рождения и так далее. И этой информации нет практически ни у кого. Какая-то информация есть у моей мамы. Потому что у нее просто есть привычка записывать даты рождения и даты смерти в свой блокнотик. А по линии папы просто вот осталась его тетя, его сестра моя тетя, которая сейчас уже болеет, и больше родственников не осталось, которые могли бы рассказать вот о их предках и так далее, какую-то информацию. И сейчас, имея интернет, даже если вы считаете, что вы недостаточно хороши для него, поверьте, вы достаточно хороши для нас, для людей, для простых людей, для обыкновенных, которые, возможно, ищут поддержку, возможно, они хотят просто услышать таких же людей. И ни успешный успех, ни вот этих вот недосягаемых людей, которые зарабатывают огромные деньги, деньги, которые даже не снились и кажутся кому-то нереальными, которые... молодежь, которая убегает вперед с мимильными шагами, как и в сапогах-скороходах, и им интересно просто послушать таких, как мы. Им интересно послушать реальных людей, потому что другие им кажутся нереальными. Но та молодежь, которая сегодня, да, подростки, для них это вполне реально, потому что они родились, растут, и они это видят повседневно. А что видели мы повседневно? Я видела повседневные выключения телевизора, иногда взрывающиеся телевизоры. По воскресеньям мультики на Первом канале в одно и то же время и в это время ни одного ребенка на улице не было во дворе, потому что все бежали смотреть мультики раз в неделю. Ну, я видела регулярно новости. Еще на тот момент, ну, папа читал газеты «Комсомольская правда». Что я видела? Я видела много улицы, потому что мы большую часть времени проводили на улице, если это каникулы, если это школа, то после уроков и домашних зданий это тоже улица. Мы видели людей, мы знакомились на улице без опаски абсолютно, мы играли где угодно, могли подойти друг к другу и познакомиться. Сейчас дети знакомятся не на улице, да, знакомятся в сети, и не могу сказать, хорошо это или плохо, это данность. И интернет, наверное, уже не уйдет никогда. Но зато у нас теперь есть возможность общаться с людьми, которые далеко от нас. Не нужно бежать на почту, на телеграф, куда-то звонить или отправлять телеграмму. Хотя это было прекрасно. Мы на каждые праздники получали телеграмму от тети, и она всегда нас поздравляла, всю семью. И мы ждали всегда этих открыток с телеграммы. Это очень интересно и интересно наблюдать, как меняется мир, и пытаться вклиниться, встроиться даже неуклюжо, даже вот так вот неловко и нелепо, даже сталкиваясь с какими-то нелестными, нелицеприятными комментариями. Но это интересно. И огромное количество людей в этом нуждается, и вас, возможно, тоже. Поэтому хотелось вам сказать, что вы ровно такие, какими вы должны были родиться. Вы ровно такие, какие вы нужны здесь. И мне очень бы хотелось, чтобы у вас все получилось. И это можно использовать на самом деле сегодня в любой сфере. Неважно, где вы и кем работаете. Неважно, в чем вы нуждаетесь в заработке или просто в общении с людьми. А, возможно, есть какая-то тема, которая вас просто не дает вам покоя. Какая-то жуткая несправедливость в ЖКХ. Не знаю. Бегут трубы, никто их не ремонтирует. Сегодня можно поднять любую тему. И этого не будет засорения эфира. Ну, эфира там много, но всегда найдется свой зритель. Если вы одиноки, и вам не с кем поговорить. Вы можете выходить, и поверьте, вы можете найти даже здесь друзей. И здесь знакомых. Хотя бы просто восполнить вот эту свою потребность, поговорить об кого-то. Мне было очень приятно сегодня поговорить с вами. И будет еще приятнее, если вы тоже попробуете. Доброй вам ночи. Спасибо. Спасибо.